Начну с российских элит, да, из политических элит. Сегодня начали ходить слухи о том, что якобы Шойгу арестовали, но я почему-то не верю в это, не думаю, что это так. Не верю, не верю. Да, а вот Павловский сказал о том, что никакого раскула элит в России невозможно, потому что русские олигархи все эти годы как сыр в масле катались, и вполне устраивала политика Путина. И сейчас они могут возмутиться, только если речь не о банкротстве, которое у многих из них постигнет, а только о жизни и смерти. Как вы смотрите на сегодняшнее настроение тех людей, которых мы называем российскими элитами? Ну, я, к сожалению, должна сказать, что раскола в путинском окружении, раскола нету. Олигархоз его ненавидит сейчас весь абсолютно, ненавидит лютой ненавистью, и мы все надеемся, что эта лютая ненависть подвигнет их к какому-то серьезному поступку, если это технически возможно. Что касается вот этого вот путинской близкой тусовки, ну, во-первых, по моим сведениям, часть из них в этой же бредовой реальности пребывает, что и он, то есть вот это вот мракобесие все, Ковальчуковское, оно там царит в полный рост, там какая-то полная аберрация сознания, и они, наоборот, сплотились вокруг него еще крепче, еще сильнее, и это очень расстраивает. А вот это вот какая-то такая массовая деменция у властителей Дум, но, честно говоря, когда выходит Михалков и рассказывает про каких-то отравленных птиц, ты не веришь своим глазам, потому что, ну, когда-то человек был талантлив, снимал какие-то... Снимал интересные фильмы, говорил внятные какие-то слова, и вдруг, ну, какой-то такой позор массовый, и не только у него. Но есть, конечно, исключения, такие, как Сокуров и некоторые другие люди, но в целом, да, вот вся эта, ну, шоу-тусовка, она демонстрирует настолько низкий интеллект, я не говорю о моральных качествах, ну, просто ниже плинтусы. Ну, шоу-тусовка, кто ей платит, того она и лайкает, это все, как бы, она продажная достаточно, шоу-тусовка, но Максим Галкин высказался против, то есть есть люди, которые честно стали говорить об этом, и честно говорить, честно и громко стали говорить. Я бы всю тусовку не обвиняла, но действительно люди, которые кормились в этом корыте, они, люди, которые не столь талантливы, чтобы зарабатывать в независимых странах, они продолжают демонстрировать лояльность. Что же касательно аберрации сознания, ну, мы все были примером, как в середине 20 века с ума сошла вся страна, вся нация германская, она сошла с ума, и мы видим, что страны точно так же сходят с ума, как и люди. Например, я читала воспоминания, и всем их рекомендую прочесть, такого фашиста Дегрелли, это удивительно упоротый чувак, который сохранил до 1994 года, он умер в Германии в полном здравии, он сохранил приверженность идеалам фашизма, и еще и судился с центром Визентали, как за то, что его назвали, то есть он подал в суд на центр Визентали за то, что его назвали фашистским преступником, а он был названным сыном Гитлера, то есть он был в рядах первых вот этих, ну, в рядах самых главных военных преступников, командира добровольческого генерала гитлеровский добровольческого батальона Волония. И вот читаешь его воспоминания и понимаешь, что человек, во-первых, очень талантливый, он талант, ну, как прыщ, ему все равно на кого скакивать, он, наверное, на фашисте может скачать, так вот, литературный талант его колоссален. Кроме этого, он наблюдателен, он умен, он талантлив, и он очень красив, он смел и красив, и при этом у него вирус, компьютерным вирусом поражена голова, вот этот вирус называется фашизм. И эзотерики знакомые, я совершенно не эзотерик, у меня магическое сознание даже и близко не присутствует, но я просто не знаю, чем заменить вот это тухлоэзотерическое слово эгрегор. Вот они говорят, что есть некий эгрегор, который мыслеформу вот эту вот создал, фашистскую, и к нему подключилось огромное количество людей, и они стали, вот они вроде как, если, мол, евроическую задачу решить, они умные, в физике разобраться, они умные, но их мозг поражен вот этой вот бациллой. Они подключены к вот этому, как эзотерики говорят эгрегору, я не знаю, как найти научное слово для этого, или какое-то более адекватное слово, я понимаю, что слово неконгруентное, но мыслеформа, поле мысли, не знаю, может быть, вы поможете мне сформулировать. Так вот, эгрегор тоже был к этому подключен, и, значит, он остался упоротым до конца жизни, и он, у него тоже была аберрация сознания, ему казалось, что все российские и советские воины, которые воевали в Украине, что это все азиаты с раскосыми глазами, которые, значит, и с шерстью на голове, вот умный человек, но когда он описывает все очень точно и замечательно, но все сплошные в вагонах, военные, пленные, бойцы, все азиаты с раскосыми глазами и с шерстью на голове, ну, практически как люди с пёсими головами. Знаете, я никогда не слышала, чтобы в Украине воевали батальоны калмыков, монголов или таджиков, да нет. Переворачивания они воюют, да. Да, да просто да. Буряты и остальные. Да, ну, понятно, что были и буряты, и калмыки, но вы понимаете, что не было отдельных бурятских, калмыцких каких-то армий. Это все были перемешанные люди, но вот он так видит, у него фасеточное зрение, он смотрит на армию наступающую, ему везде видят за люди с пёсими головами. Вот что это такое? Ну, это аберрация сознания, понимаете? Если мы с вами заговорили о фашизации общества, вот в недавнем совершенно интервью замечательного историка Эйдемен Дудю, да, она говорит, что в России завершился процесс фашизации. Сегодня мы имеем на сегодня Россию как фашистское государство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok